не давать знаешь это будет смешно мы их смешили смеяться а потом хопа и ты привет ребятки мы сегодня смотрим чародейки девятая серия и спасибо большое за то что вы очень много деталей разъясняйте в комментарии под каждой серии мы допустим были не совсем правы я по крайней мере кричал о том что как так вы могла взять и делать то же самое что делают ее подружки при этом запрещать ей насчет астрального дубля ведь она не превращается в том виде в котором превращаются обычные чародейки и летают по всему залу в школе она сделала астральный дубль все равно люди могут увидеть ее случайно и настоящую да могут но это не так палевно это не так все-таки палевно как если бы они просто летали им просто повезло что на той вечеринке никто не заметил что уилл ну обе ну их двое да там вышла из-под контроля это разумеется но я просто подумал что не настолько ярко я согласна это не настолько а как будто бы опасно но это все равно дело же не в том к чему приведет твоя сила а в том что ты используешь силу для себя проблему в том не в том что я повторюсь за рулема не в том что к чему может привести последствия какие могут быть а в том что нельзя ну исходя из того что гайд был нельзя использовать силу и в том числе как астральный дубль это же тоже для себя если из мотивации ходить туда получается то же самое моя лично моя претензия была к этому что я тоже ну так что вы правы в каком-то смысле да понятно что последствия не такие жесткие у него синий язык все это время был синий язык не он это щипучки щипучки поел или дальше как пьешь вот этот энергетик синий у тебя язык потом он и он именно пьет пил энергетик чтобы ты пожалеешь что выследил рыцарем мстителей бунтарь рыцарем мстителем самое место в камере фобоса негодяй земные окуляры это отвесно почему ты взял земные окуляры но не взял а к 47 вы могли бы туда просто с помощью меридианского золота из казны или он купить оружие у соединенных штатов достаточной степени чтоб всех поперевалить реально почему бы почему нельзя использовать допустим пушки вот начали какие-то просто пулеметы из глока просто долбануть пахах это же очень смешно смысле круто неважно беглый огонь а 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 и а а ну нет 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 просто уже знаем натренирован и королем львом ущелье пыль и бедный не еще и бегущие животные под Глазны нам, и сламя, и вода, и воздух, и полны лихой прибой. Откресите колокольчик, когда не поздно. Нет, 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 у тебя все хорошо получается. И готовы в бой, бойся, беги, злотей, у нас за... А, он фоткает их на пляже, да? Да. Ты уже это спрашивала. Я просто... Ну, я это вырезала. Так что спроси, можешь спрашивать. По Калиб... Ой, не Калиб, а... Бланк, да, фоткает их на пляже, да. Голых, полуголых. Именно поэтому я это и вырезала. Блин, я там вот такие маленькие иконки смотрю, я так, знаете, крестный отец, блин, сижу. Или просто обычный инвалид, накроет, а вот это все, посидишь на кресле и отдыхаешь. Целуй. У нас не будет этого аутфита у Хайлин. Почему? Потому что это только для заставки были эти хвостики нарисованы. Ну, они что, конченые? Да, не будет этого. Ну, не будет и не будет. Чародейки. Авторы, которые нарисовали целый сезон, такие... Вот именно из-за этого, из-за таких, как вы, мы не снимаем третий сезон. И значит иллюзия. Блин, было бы классно. А почему они... Что? Стопроцентное попадание. Лужи? Да. Ну, ладно. Почему нет фильма по чародейкам? Круто было бы, если бы сняли сериал. Ну, то есть были бы реальные девушки. Ну, не мультик, а прям актрисы. А костюмы. Ой, мне кажется, это было бы красиво. Офигенно было бы. Знаешь, в чем сложность? Надо найти актрис, которые не сильно отличаются, когда им 12. Не, ну это можно, застали, это можно упустить. Они тоже не сильно отличаются, просто становятся больше. Это можно дорисовать, уменьшить, увеличить. Не знаю, мне кажется, это сложно. Не, ну это ладно, это плевать, пофигу. Сейчас все равно все школьницы выглядят взрослые. Но если Винкс получили свою киноадаптацию спустя 8 сезонов... Я хочу, чародейк. Я бы смотрела, такой сосны калиб там был бы. Я видел, как пацаны косплеили чародейк. Это все, что попалось мне в интернете. Пацаны? Да, они переоделись на каком-то фестивале во всех... Это мило. Во всех пятерых чародейк. Это действительно было смешно. Достанься у в Тонге! Ого, благо. Ногу оторвало, подождите. Нет. Смотри, ногу оторвало. Смотри, еще кадр. Смотри, все, нет ноги. Оторвало ногу. Это сапог. Оторвало ногу. Да сапог это! А внутри нога. Автор сценария Кэрри Бейтс. Очутились прямо в школьном спортзале? Хорошо хоть лето. Бланк целить в подвал ресторан. Но попасть сюда в безопасность тоже неплохо. Согласен. Надо собрать припасы. Сперва найдем обувь, а потом по следу мстителей. Их след опасный след. Позови стражниц. Увы. Почему они на месте топчутся? М? Ладно, показалось, что они на месте топчутся. Нет, так анимация работает. Что, замок Элеон? Нет, это не замок Элеон, это Белый Камень. Белый Камень, где вот эти... Где, где Трикс. Похитила Калиба. Испортила школьный бал. Она даже во сне нас преследовала. Вот был кошмар. За рыцарями тоже стоит она, точно. Но мы не представляем, кто это Карга. Не в обиду вам сказано. Я не обиделась. Вот рисунок. Больше обидно, жаль. Если бы она не говорила, не в обиду вам сказано. Мы не хотим сказать, что вы тоже страшная женщина в преклонных годах. Это не про вас в любом случае. Жесть. Не опишетесь. Возраст. Лицо старухи. Неизвестно совету Кондракара. Если бы я был на пике силы. Увы, я не могу узнать ее личность и цель. Но я чувствую, стражниц тревожит еще что-то. Ну, я начала метать молнии, а потом еще оживлять бытовые электроприборы. Прибавьте еще невидимость. И телекинез. Ммм, телепатия. Подростковые закидоны. Ваши новые способности нормально для стражниц. Вы растете, как и ожидалось. Я очень доволен, что вы неразлучны. Даже в своих снах. Ведь сердце Кондракара требует от вас гармонии. О, с гармонией у нас все в порядке. Супер, у нас сегодня задел на драку. Да, не посрутся. Каждый раз ружье, чародеек заряжается. Да, 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 да. И оно всегда выстреливает. Мы будем вместе целую неделю. Неже с на пляже Кормаран. Предки постарались. Тогда приятного вам отдыха. Вы его заслужили. А может и нет. Ой, это мило. А может и нет. Отдых это классно. Хоть бы это была филерная серия, которая... Я не думал, что я буду просить такие серии. Но все равно, мне так нравится. А мне наоборот хочется, чтобы не риса вот это вот раскрывала. Не риса? И вы, знаешь, ты раз, когда она проявляется у меня. Да. Ну, потому что мне сказали, что я на нее похожа. Так ты похожа на нее. Нет. Саша, ты опять нагадил здесь. Мне его, скорее всего, будут показывать в молодости. Я жду этого. А, не риса в молодости? Ну, да. Так а что, я на эту, что ли, похожа? Вы что, совсем, что ли? Ну, признай. Некоторые сходства есть. Квентосензия! О, свежесть! Чуть не сдох от ваших дезодорантов. О, это, скорее всего, из заставки, где Бланк их фоткал на пляже. Голос. Брантос! Про дезодорант ты верно заметил, братец. Он тебе нужен. Ирма? Крис, я не желаю всю неделю в нашу телебанки. Надеюсь, ты прихватила Беруша. Где моя комната? Ты в ней стоишь. Твой диван. Так нечестно! Ирма притащила подружек. И ей же отдали лучшую спальню. Если это спальня лучшая. Брось! Замечательно! Недельный девичник! Одна ванная на восьмерых? Это шутка, да? Карнелия реально душнила. Она привык к роскошной жизни. Она же самая богатая девочка из всех. И никто никак не получает этого ни копеечки. Ну, никакой выгоды нет, да? Что они вместе там... Да, кстати, почему я не Карнелия организовывала до Хаихума? Блин, как круто! Блин, Ирма вообще в своей стихии, наверное. Очень круто! Так тепло! Очень круто! Мне нравится эта серия. Мне тоже. Хайлит? Воздух. Ну, а кто еще может храпеть? Почему люди храпят? Я иногда храп... Нет, давай спросим по-другому. Почему ты храпишь? Да я думал, потому что я жирный. Я думал, что жир давит на глотку, и я так задыхаюсь. Ты что, гонишь вообще? Куда и люди тоже храпят? Очень круто! С чем это связано? Потому что что-то передавливается? Ну, не знаю. Кто-то душит, может, во сне? Вы не думали реально, возможно, кто какой-то призрак... Из-под кровати? ...душит тебе во сне? Почему? Ты его не видишь, и никто его не видит. Но он конкретно из тебя пытается душу вытянуть, и ты... Потому что давит на глотку. Корнелия, ты там поселилась навеки? Ирма, почему Вилл ругает тостер и зовет по имени? А я обожаю изюм, Джуди. Дай сюда мой тост! Эй! Упс! Прости, пап. Эм, я думал, ты горишь. Хватит! Брысь все на улицу! Знаешь, чего мне тут недостает? Еще одного бассейна? Пока-либо скучаю. О, брось! Вы с Калевым только и делаете, что ругаетесь. Свести вас вместе на один денек будет самый скорый путь к разрыву. Чего она такая грубая? Ну, нам надо как-то разъединить, да? Ссору с чего-то начать. Ну да, да. Это ей не свойственно. Она обычно очень миролюбивая. Хайлинчу-то вообще... Более того, она даже не лезет в отношения. Она все время такая, уж, делайте, что хотите. А в первом сезоне, допустим, были очень много и моменты, когда она такая, вот то-то-то, я ушла. Ну да. Опять же, вместе с Калебом, когда Корнелия оставалась. Это какое-то заклятие, блин, с ними совсем что-то не кто. Прикол. Да. Напугала? Прости, хочу спрятаться от Корнелии. Своим нытьем про Калеба достала. Да, тут любовь. Да, ты бы замучилась слушать ее. У тебя-то еще не было парня? Я... Мне и не нужно. Это удачно. Потому что тебе и не светит. Жестко. Это не Риса. Она уже старая тетка такая. Да, да, да. Я знаю, на какие точки давить, на самом-то деле. Да, да. Это не выйдет замуж. Это муж алкоголик будет. Это вообще повесится. Да. Удачно. Кто мог знать, что сеять семена раздора так просто? Слово здесь, слово там. И бери голыми руками. Ну, хватит обо мне. Твой выход, песочник. Неплохо. Ну, она перевоплощалась. Опять же, вся проблема в том, что люди не общаются. Все проблемы в том, что люди не видят, что какого-то из персонажей два. Это же легко очень ловится. Ну, если я только с ней общалась. Нет, я с ней купалась. Ну, да, да. Или, допустим, в смысле, ты реально считаешь, что я не смогу начать встречаться? Да. А помнишь, был случай? Какой случай? Ага! Не помнишь? Рыцарями не вонять. Крысы и тухлые яйца. Ай, как у мамы на кухне. За мной! Кто хочет сок? Ой, сейчас напьюсь. Последняя башенка меня высушила. А тут же везде песок. Чел. А на пляже что, только они? Ладно, это приватный пляж. Это уже общая проблема. Это уже нельзя задавать такие вопросы. Да, все, неважно. Чародейки, которые друг друга ругают за то, что они превращаются в спортзали, плохо. Когда мы превращаемся на парковки, ок. Только не это. Вся работа на смарку. Мой маникюр погиб напрасно. След довольно четкий. Пойдемте. Я везу твою маму на романтический ужин. Фу. А мы с тобой идем на аттракционы. Папа, нет! Не скучайте. Пока! Лучше свидание с Бланком. Это все, чем они могут похвастаться? Да, столь откровенный приметив, просто восхищает. Да, Билл права. Нету людей ни стыдай, ни совести. Я выпью твою кросс! Я выпью твою кросс! Да, типичный оттой. Хорошо, но я рада, что мой брат не рад. И каких еще ждать ужасов? Не риса может их всех оживить. Как квинтэссенции в сети ужаса. Все, теперь вампир. Причем мы обретут сознание, все как положено. Да, кстати. Смех, смех, смех! Слабо, слабо, слабо! Крис! Слушай, ты электропугала! Никто не смеет тронуть его, кроме меня! Все дело, что происходит! Я выпью твою кросс! Но это меня не устраивает. Кто знал, что у Муми бывают проблемы с гардеробом? Умми! Напоминает серию игр «ФНАФ», кажется, называется, да? Когда сумасшедшие детские аттракционы сошли с ума. Знаешь, это очень популярная серия. Нет, нет, нет. Я просто удивляюсь, почему девочки не поговорили. Вообще никак. Даже тему эту не подняли. Они же подружки. Ну, все поднимутся 100%. Да я понимаю, но вот именно на моменте. Это естественно, допустим, в их отношениях, что ты можешь сказать прям неприятную вещь и промолчать? Думаю, нет. Как будто это возназревает вопрос. Нам не показали вообще никаких разбирательств. Ну, понятно, причем. Потому что, наверное, в ходе этих разъяснений так или иначе вскроется. Типа, а тут что-то опять не так. Я выпью твою кровь! Засохни! Хотя лучше не надо. Слушай, Крис, я знаю, это выглядело тихо. Всему есть вполне рациональное объяснение. Сейчас мы его сформулируем. Не надо! Я знаю, что видел. Самый клевый дом с привидениями. Пошли еще раз. Так и знал. Эти сернистые испарения маскируют их запах. Куда делся песочник? Наверное, куда-то уполз. Нам тоже лучше уползать. Запах ням-ням. Но рыцари-страшилки... Жди здесь. Подслушаю разговор. Вилл, кого ты обманываешь? Монстры электромеханические. Это твой профиль. Почему бы не признаться, что ты подключила свою силу? Но это неправда. Эй, в той свалке моей вины нет. О, кто еще сумел бы оживить все механизмы? О, я просто не верю. Что такое? Прочла ее мысли. Она оживила монстров. Шутки ради. Ничего себе! Моего брата чуть не съел оборотень. Да случи что-нибудь с ним! Как это работает? Она тень отбрасывает этой старухе, и при этом это иллюзия? Ну, она влияет на мысли, допустим, тарами. Нет, я говорю, что... Ты видишь, нам показали. Это художественный прием? Или это физика? Нет, это художественный прием, мне кажется. Что там тень, тень, бабки. Я всегда думал о таком свойстве телекинеза или телепатии, не знаю, как это назвать. Когда ты исчезаешь не потому, что твое тело начинает как-то по-особенному преломлять свет, и ты исчезаешь. А ты влияешь на сознание людей таким образом, что они просто тебя не регистрируют в своей голове. Они, может быть, тебя видят, ты видят, но не воспринимают как существующий объект. Прикольно. Так очень часто происходит с майонезом в холодильнике. Ну, то есть, и вот я думаю, вот она отбрасывает тень свою, но в головах всех людей, которые вокруг не так же сильные, а магия, и в головах девочек, они не видят старуху, но видят, допустим, другого персонажа. Может быть. А тень отбрасывает она как обычный физический объект. Может быть, да. Ты вызлилась, что не сама прибила? Надоело ждать, когда вернутся песочник с ископаемым. Когда выполнят задачу на земле и разобщат страшниц. Я действительно увидел значок на этих Мстителей. Она всем раздала свой мерч. Да, да, нашивки. Нашивки дала, да? Да. Как скаутам. Да. Навсегда. Галиб, не думайте о голодном Бланке. Зато Бланк сидит тепленько. Здорово. Не шпионить. Рицарей не искать. Но все знают, Бланк любит париться. Все знают одно, ты стражу наводишь на нас. Я ему верю. Да ну. А что, проводник хотел попариться? И попариться, когда гейзер взорвется. Кстати, да, нам написали. Их зовут паслинки. Вид бланков паслинки. А переводят у них у нас как нюхачи или проводники. Я был прав. Проводник это... Ну, паслинка это на английском. Паслинка это проводник. Блин, да, да. Я был неправ. Поможет, если Бланк сказать, Бланк просит прощения. Напоминает тоже, помнишь, кажется, во второй части пиратов? Когда Джек Воробей нас на этом острове. Да, 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 да. Что это? Эй, Бланк, где ты? Ты уже нашел рыцарей? Клэп так и знал, что недомерок не один за ним. Не, ну это правда. Уже начинают бросаться глаза. Вы берете предметы из нашего мира. Ну, максимально какие-то вот... Ну, какие-то мелкие. Какие-то мелочи. Берите больше. Возьмите пушки. Это правда странно. Где они найдут пушки? Школьник. Где они найдут пушки? Калибр. Так. Вот реально где? Так, правда. У них есть инструмент... Не говорите мне, пожалуйста, что это невозможно. Нет, это возможно. У них есть превращающиеся учителя, которые работают, опять же, в нашей школе. У них есть и другие представители, которые могут с помощью Элеон перемещаться через наши миры. Это работает абсолютно с любым персонажем, который участвует, допустим, не девочке. Девочкам не продадут пушку, да без проблем. Ее продадут училки. А зачем вам? Там даже не спрашивают. Ты просто приходишь и платишь. Да, возможно, не во всех штатах ты можешь легко купить оружие. Но так переместись в любой штат, в котором ты можешь это взять. Ну, может быть. Но понятно, что это мультик, ребята, и нам нужно убивать друг друга только мечами, копьями и стрелами. Ладно. Я думал, что нельзя убивать пушками, а потом вы все равно убиваете друг другу. Да, стрелами. Прости, но я недоверчив. Зубами бланк! Давай зубами! Зуб запотан паутейно! Не зуб тонги! Грызи! Нет, пушки решали бы. И знаешь что? Да. Вы сейчас скажете, это не баланс. Но у них есть молнии, есть песочный человек, есть с дальним орудием, допустим, меринда, которая своими выделениями бросается налево и направо, гадкая женщина. Вот, и сама Нериса, которая тоже молниями шпуляет. Вот, у нас есть прям персонажи, которые, типа, такие, немножко для всех жителей Меридиана, инбалансные. Есть чародейки, но так чародейки же не на постоянной основе могут тусоваться на Меридиане, они как бы защищают вообще много миров, по идее. И почему бы реально не сбалансировать это пушкой? Это было бы классно. Хорошо, Саша, я передам им. А-а-а, не дал их уже. Сдавайся, Калиб, всех нас не одолеть. Тогда ограничу с тобой. А-а-а! А-а-а! Тем временем собака. А-а-а-а! К-б-б-б-был тут. Я же не могу развернуться и побежать туда. Он как... Как ребенок, у которого пространственное мышление отключено Когда объект перестает быть видимым в поле зрения, он перестает существовать Лишь бы удалось А как работают порталы? Ускорение от портала передается, когда ты пересечаешь Допустим, ты открываешь портал со скоростью 20 км в час, условно Они не высоко подлетали И открываешь портал Портал находится на определенной высоте и скорости Когда ты пересекаешь его, ты сохраняешь инерцию полета Допустим, ты падаешь и открываешь портал Ты падаешь с такой же силой, с такой же скоростью Или вваливаешься туда без ускорения Интересно Вот только их тут нет Ведьма, подъем! Ваши тайны рвутся наружу! Это не смешно, мои предки за стеной Это не я, и твои родители не услышат Ха, ну они ведь умеют читать, а? Ведьма! Ливовый сок Извини, хода нет Лови ее, разбудишь Криса Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Безответственно наделять какой-то предмет интеллектом, волей, пониманием и осознанием, в каком мере он находится, а потом давить камнем. Мы так легкомысленно относимся ко всем бытовым приборам, которые оживила Уилл, что я даже не знаю, может она злодейка реально. Я думала только защитить наши секреты. Прости? Ирма, ладно, брось. Он переживет, игрушек полно. Да, он ведь гаденыш, а я пример для подражания. Пускай вы часто ссоритесь с Крисом. Не начинай. Что знает единственный ребенок про братьев и сестер? Эй, тихо. А то что? Натравишь тостер на нас? Знаешь что? Не команду здесь. Лидер не использует силу для опасных шуток. Сказала, это точно не я. И вообще, я не рвалась в лидеры. Как, между прочим, и в стражнице. Как и все мы. Может пора закрыть тему? И стражниц, и дружбы. Наконец, хоть в чем-то мы согласны. Довольно. Я прилетел сюда, потому что почувствовал, что вы ссоритесь. Делать мне в моем белом камне больше нехер. И я теперь здесь, чтобы сказать... Дружба объединяет мир. Мир, любовь, жвачка или как там? Я глубоко разочарован, дети. Ведь сердце Кондракара требует гармонии. Вы утратили гармонию, как подруги и стражницы. Вилл, ты должна вернуть кристалл здесь и сейчас. Это подстава, это не риса. Это подстава, сто процентов. Ведь сердце Кондракара нельзя просто так отдать. Надо, чтобы Вилл этого захотела. Ты такая внимательная, я на полном серьезе думал, что это чел, который прилетел решать проблему маленьких девочек. Ясно. Я верну. Момент. У меня к магу есть один вопрос. Что за непонятки с твоей тенью? Да, как-то эта тень тебе не подходит. Сейчас не время держить. Отдай мне кристалл. Хочешь кристалл? Получай. Сомкнуть ряды. Что она скажет, кристалл или единый? Мы едины. Вот, видишь, мы едины. Мы каждый раз по-разному. Она такая, типа, кристалл, единый. Блин, у меня нет особой силы, да, четкой. Я буду говорить, что хочу. Так она может говорить квинтэссенцию. Почему бы ей не говорить? А, она же не говорит, что... Она не говорит вообще квинтэссенции. Она просто пуляет молнией. Да. Нимым заклятием. Да. Вот так! Ура! Огонь! Земля! Воздух! Очень жаль. Очень жаль. А, она, карга! Умеет метать молнии. И она не одна. Кто-нибудь объяснит, как нам одолеть целый пляж? Как насчет грязевой ванны? Какая крутая стала рисовка во втором сезоне. Да, да, да. Взрывы, очень красивый дым нарисован, огонь. Очень красивый. Ну, явно лучше, чем в первом. Мне нравится, что у него какой-то... Какой оксид надо добавить, чтобы получился такой цвет у огня? Красный? Да, да, да. Да, потому что раньше он был такой обычный желтый, а сейчас прям красный. А сейчас добавляется еще какой-то. Я не помню. Слушай, я не знаю. Напишите, кто знает. Она наверняка меняла облик и головы нам дурила. Пыталась рассорить нас и забрать кристалл. Квинт, я саймс делал. Квинт, чего? Что это? Ого, вот и сюрприз. Парящий замок, хаула, ура! Будем считать, что это отсылка. Он один парящий. Ой, ходячий замок, хаула. Ходячий замок, хаула, да. Ты вовремя, дружок. Иначе я не умею, подружка. Ооо, это мило. Я даже не знаю. Эй, Бланк не хотеть мешать, но птички под ударом. Хуй! Ха-ха-ха! 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 Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха-ха! 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 Эй, Ирма, можно мне? Ха-га-ха! Мне интересно насчет песочника. Песочник — это… Это сам кварц определенный. Ну, да. Ну, если у нас есть частички кварца, и там еще какие-то, ну, в общем, вот, у нас есть вот этот силикат. И вот конкретно эти кусочки составляют тело песочника. Да. Или это энергия какая-то, я не знаю, вот ты на квантовом каком-то уровне создаешь определенное поле, которое может взаимодействовать именно с частичками кварца. Вот так это возьмем, представим. И ты можешь этой энергией дополнять свое тело другими, допустим, материалами. Ты вот попадаешь в другой мир и докидываешь себе пальчики, ручки, ножки из того пляжа, который есть. Потому что если это частички кварца, то тогда Тарни уже могла его сжечь, испепелить и превратить его в стеклянную игрушку. А девочки вообще могли с помощью ветра его очень далеко расшатать. То есть это какая-то все-таки энергообразующая какая-то штука, что-то вроде темной материи, которая его вот так вот собирает в одном. Возможно. Блин, ну если это энергия, то это вообще неубиваемое существо. Он будет находиться в энергетическом потенциале до того момента, пока не найдет свою реализацию в материале, которую на этих всех планетах, на которых он есть, в избытке, он неуничтожаемый. Если саму энергию не уничтожить, или как-то не переконвертировать ее во что-то другое, энергия не уничтожается, как энергия. Как вам гармония? Стоп, колдунья! Нелюбимый финал. Нет законченности. Зато есть проблемы. А, шум... Классная шутка. Я считал, что она как будто ломает четвертый стиль, шкребет, что у нас в конце каждой серии все равно есть какая-то финальная история, а здесь битва ничем получается не заканчивается. Это отсылка, что ей не нравятся такие серии. Прозбудил моих предков. Так, не дышите. Надо зарыть улики. Ерма. Жаль, вы пропустили весь фейерверк. Было классно. Фейерверк? О, не могла разбудить. Что такое? Вы угораете? Они спали все это время? Да, только просто. Под крики. Ты не настоящий дед с белого камня. Молнии, взрывы. Нет, может, они далеко были. А сейчас поближе. Да ты что, насколько далеко? Не знаю. Люди очень крепко спят, когда купаются. Когда война у тебя за окном на пляже. Когда там огромный песочный человек взрывается от арни, когда машина пролетает туда-сюда. Ты что, как с таком можно не проснуться? Крис, тише. Не надо споров. Ух, идемте все спать. Ну, нашим ссорам конец. Этой старухе ведьму никогда не победить. Мы гармоничный квинтет. Можно пойти на гармонию с Крисом. Ну, частично. Скинемся ему на новую пожарную машину? Как славно иметь подружку. И это вы хуже. Миленькая. Нет, серия крутая. Это серия крутая, но я понимаю, что мы ограничены хронометражом, что у нас всего лишь 20 минут, но мы не обсудили, типа мы не... Она поняла, что... А, ну, наверное, они догадались, что... Они поняли, что Уилл не настраивал этих... Технику дома. Технику. Они поняли, что эта бабка наговаривала, что это не они друг друга грубили. Ну, просто нам не показали это. Не, ну, сейчас это же понятно было в конце самом. Когда предстал вот этот чувак из Белого Камня, да? Нет, вот сейчас разговор был, типа, все, у нас, типа, гармония, это не мы были, оказывается, тыры-пыры. Сейчас же только что было такое дело. Ты серьезно? Я прослушал это? Мне кажется, да. Блин, ладно. Сорян, я думал о песочном человеке, о его устройстве. В любом случае. Это супер. Какие-то классные серии пошли. Ну, в целом. Да. Прямо очень интересные серии. Много вопросиков. Пишите. Пишите с удовольствием. Почитаем. У нас очень классно получается диалог, потому что многое, что мы не успеваем сказать, дополняется в комментариях. И я вам, кстати, советую, всем, кто нас смотрит, тоже почитывайте комментарии, потому что там бывает весело. Возможно, вам захочется немножко пообщаться. А если вы хотите прям вообще конкретно пообщаться, то тоже в Телеграм. Все посты и анонсы, допустим, чародеек, которые тоже вот сегодня вышли, вы можете обсудить еще там. Найдете много людей, которые, возможно, разделяют вашу любовь к чародейкам. Это будет просто потрясающе. Спасибо, что посидели с нами. Это была очень классная серия. И тем людям, которые на нее задонатили. Я не помню, это был уже не бедный папик. Это уже был папик побогаче. Как же там? Простите, там куча народа просто. Чародейки, просто пуляйте каждый день. Вот, собственно, мы и будем это делать. Мы все-таки, наверное, досмотрим полностью всех чародеек, потому что пока с другими проектами на канале у нас проблемы. Аватары еще пока не разрешили. Сейчас он, я не знаю, что-то он туго идет в последнее время. Так что ждите. Пока у нас будут чародейки, но я думаю, вы не сильно расстроитесь от таких постоянных обстоятельств в виде одинакового контента. Все, ребятки, спасибо, что посидели с нами. Обязательно ставьте лайки. Лайки очень полезные для таких видосов. Я понимаю, что все блогеры просят, но они просят, потому что... Я не знаю, почему они просят. Пока. 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 Пока.